Друзья, на минувших выходных Киеве прошел благотворительный кураж-базар. Среди прочего, там была представлена фотокнига «Вид из окна», которую издал фонд Елены Пинчук «Антиспит» совместно с фотографом Мариной Карпей. Вырученные деньги пошли на благотворительность, но как сочетался базар и благотворительность, знает Аня Ахава ей слово. Знаете, панове, сейчас просто куражиться же никому не интересно. Сейчас модно куражиться, когда в том есть смысл. Например, благодейность. Все зерки страны здесь собирают деньги на детей, которые потребуют помощи. Доброго ранка вам! Марина, вы сегодня главная героиня нашей инсталяции. Расскажите, пожалуйста, что тут происходит? Мы продаем книгу, продаем футболки. Я думаю, что всем людям интересно, почему мы с вами смотрим в окно. Потому что проект называется «Вид из окна». Фотокнига, не просто книга, виды 10 известных людей. Всех заставляем покупать наш продукт. Виды, мы расскажите нам, кто у вас занимался? Кто ваши герои? Первый герой у нас будет Дидзёк. Дидзёк. И без него видно, что это его вид, да? Гаррика Карагоцкого. Сергей Кузин. Мы долго у него... Я не понимаю, где живет Кузин. У него великолепные сверху. Лилия Подкопаева. С прекрасными лилиями. Или это не Лилия, а Оркидеи? Оркидеи. Слава Хролова. Чем цей базар відризняється від інших? Тим, что тут все ті герои, которых вы уже знаете. Ось украинская биржа благодейності. Привет, девчата. Привет. Что у вас интересного? У нас очень вкусное печиво. У нас очень вкусные цукерки, которые мы просто раздали. Ну все, прощай, здоровья. И пирожки. Так, это спекла родина, каким уже было сделано операцией на сердце. Они приехали сюда, чтобы поддякувать благодейному фонду Украинской биржи благодейності за то, что вырятовали их сыночка. Приглашайтеся и вы. Дякую. Сейчас, после печива. Олю, вопрос, о которых вы любите всех? Куда идут деньги? Все деньги, которые сегодня мы на торгуем, пойдут на операции на детские сердца. Дети с порогом сердца. Операции делаются в Украине бесплатно, но для того, чтобы сделать операцию, необходимо купить некий сердечный имплант, оклюдер. Проблема вся в том, что в Украине 4,5 тысячи таких детей рождаются каждый год. Если не сделать операцию до года, то 40% детей умрет. Задача сегодня – спасли хотя бы 9 детей. Сколько уже удалось продать наших книг таких цикавых? Много, много. Но если остается, где их можно будет покупать? Может, кто-то захочет? На сайте Fashion Aid in UA можно купить еще такие книги. Это просто святое, какие сегодня с нами гурт, за ребби. Хлопцы, что вас мусило приедать к этому благотворительному базару? Почему бы вы помнили? Я понял, 99% в жизни деньги не главное, а сделать доброе дело, наверное, я даже не называю это от нас добрым делом. Но я вам скажу, что когда шла реклама, ставила акцент именно на вашем выступе. И поэтому много людей приедет послушать именно вас. Это было не понятно? Да, я очень же понял. Надеюсь, людям понравится, что мы выступаем. И приятно. Спасибо организаторам, что так сделали. Спасибо. Ну и мы будем сегодня танцевать. Дуже крутий дизайнер, который співпрацует с фондом Антисні и проектом Fashion Aid Богдан Кас. Богдан, сегодня у тебя такая миссия, такая миссия. Расскажи нам. Я всем подбираю образ, людям, которые покупают футболки. Низ вверх, чтобы это было красиво и стильно. Ну, то ну что, починаем? Да я сегодня не одна, я сегодня с мамой. Мама! Ну, сейчас будем одевать. Эта футболка подошла в маме сто процентов. Здесь замечательная футболка. Минимум изображен, тем не менее, из-за минимума можно далеко пойти, так сказать. Поэтому далеко пошли. Идем. Ну что, девочки, готовы? Да! Ну что, мы, социальная страница, занимайтесь благотворительностью, вне зависимости от времени года, вне зависимости от того, дождь за окном или яркое солнце. Помните, что вы всегда можете сделать жизнь того, кто рядом, значительно ярче и веселее, чем она есть. А еще лучше врятовать. Життя, насправді, благодейность – это велика справа. Долучиться может каждый. Как видите, это очень-очень просто. Друзья, буквально информация вам наостанок для того, чтобы ваш день был полным. За данным синоптик, Юэй, сейчас в Киеве, например, если вы мешаете в столице, плюс 24 градуса, а в день повітря прогреется до плюс 33 градусов. Весь день будет мінлива хмарность, без опыдов, ну и лишь, кажут, мовляв, не вечер небо затягне хмарами, а завтра уже будет дощ. Ну, подивимось, до завтра еще. Дожить-то надо, да, друзья. Привітаємося з вами завтра. Берегите себя, до скорого. Гарного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова